Вот сейчас будет опять эта фраза, которую я очень люблю. Приготовились? А я говорил! Кстати, о криптобиржах. Портал CoinMarketCap подложил им большую свиньё. Уже даже высказали предположение, что это был чуть ли не сам создатель биткоина Сатоши Накамото, который всегда выступал за приватность. Рад приветствовать на канале CoinPost. В первой версии сценария у этого видео было очень мрачное вступление. Чё, всё пропало, всё пропало. Но ведь мы с вами не первый день на крипторынке и видели не такое. Поэтому сегодня в ролике разберём снижение курса биткоина и обсудим, какой сейчас тренд на рынке. А дальше у нас по программе разборки из-за криптовалюты Павла Дурова. И правда о тёмных делах криптовалютных бирж. И ещё мы поговорим о будущем такого понятия, как конфиденциальность. И посмотрим свежим взглядом на конфликт между биткоином и биткоин кэш. Для тех, кто недавно смотрит наш канал или вообще заглянул впервые, хочу сказать, что мы регулярно выпускаем видео с прогнозами и обзорами по криптовалютам. А ещё строим лучшее криптосообщество, для вступления в которое нужно просто нажать на кнопку подписаться. Мы начинаем! Утром понедельника биткоин стоил 9000 долларов, но в течение недели его цена уверенно шла вниз. И на момент подготовки данного видео мы оказались в районе 8500 долларов. Насколько всё плохо? И что будет дальше? Можно констатировать тот факт, что массивный памп на 40% в конце октября не переломил ситуацию в пользу быков. Конечно же можно делать ставку на то, что как только цена биткоина опустится до тех же критических уровней, мы увидим новый сильный рост. Ведь там могут быть как покупатели, так и просто настанет хороший момент в очередной раз выбить по стопам все шорты. Но предсказать очередную манипуляцию невозможно. А вот обычный анализ рынка показывает далеко не лучшую картину. В качестве примера приведем прогноз от биткоин-медведя Тона Вейса. Он считает уровень поддержки на 8500 критическим. И если цена пойдет еще ниже, тогда катится нам с горы до самого дна. Не так низко, как многим бы хотелось, но по мнению Тона Вейса, разворот рынка может произойти только после достижения цены в 6800 долларов. И по традиции на каждый медвежий прогноз мы ответим бычьим, чтобы вы имели разностороннюю информацию для максимально объективной картины. Адепт To The Moon'а Sunny Decree предлагает заглянуть в историю биткоина и поискать там доказательства того, что мы по-прежнему на растущем рынке. Он показывает, что подобные сильные коррекции незадолго до халвинга уже были, как и довольно сильные пампы после цены биткоина, после продолжительного снижения. И если Sunny Decree прав, то нас ждут еще несколько не самых легких месяцев, когда биткоин будет продолжать устраивать бессонные ночи и бесит своей волатильностью в обе стороны. Но рынок все-таки восходящий и никакого нового дна не будет. Кстати, для тех, кто не сходит с ума от волатильности биткоина, а пробует на ней заработать или только хочет заняться трейдингом, Помимо прогнозов и торговых стратегий, есть еще и удобная платформа, которая в разы упрощает жизнь и может повлиять на профит трейдера. Речь о 3Commerce, где можно торговать сразу на нескольких биржах, как вручную, так и с помощью ботов. Дополнительно вы получаете набор полезных инструментов, от хорошо знакомого стоп-лосс до уникального выкупа лесенкой, плюс ручная настройка сигналов и реакции на них. Итого, с помощью сервиса 3Commerce можно минимизировать риски при трейдинге криптовалютами и свести к минимуму шанс упустить прибыльную сделку. Первые три дня использования бесплатно. Ссылку оставлю в описании. А мы переходим к разбору ключевых событий криптомира. Вот сейчас будет опять эта фраза, которую я очень люблю. Приготовились? А я говорил! Именно так, ведь мы выпустили отдельное видео, в котором разбирали хайп вокруг тестовой криптовалюты мессенджера Telegram. В этом видео, кто пропустил, оставлю ссылку в описании. Мы подробно объяснили, почему тестовая криптовалюта не имеет никакой цены и что ее не нужно покупать. Надеюсь, что никто не допустил подобную ошибку. Хотя, как показал опрос в том же ролике, 2% наших зрителей все-таки заплатили за данный актив. И в эту пятницу сработал один из сценариев, о котором мы предупреждали. Команда Telegram просто обнулила тестовую сеть. Теперь вместо нее тестовая сеть номер 2. А все кошельки и токены из тестовой сети номер 1 больше не доступны. Они исчезли раз и навсегда. И подобное может произойти с токенами из новой тестовой сети, когда придет время ее закрыть. Так что не ведитесь на покупку тестовой криптовалюты Gram и будем вместе ждать запуска основной сети и начала продаж настоящих монет. Команда Telegram предпринимает шаги, чтобы приблизить этот день. И подала в суд документы, в которых назвала претензии американского регулятора недействительными. И потребовала досрочного снятия запрета на запуск блокчейна. Также Дуров собрался перевести часть разработчиков в Швейцарию. И что-то мутит с юридическими лицами компании Великобритании. Возможно, это тоже как-то связано с решением проблем вокруг запуска Telegram Open Network. И повторю еще раз. Не нужно сейчас покупать тестовые граммы. Ждем, когда выпустят настоящие. И они появятся на биржах. Кстати, о криптобиржах. Портал CoinMarketCap подложил им большую свинью. Об этом далее. Портал CoinMarketCap сохраняет за собой звание топ-1 обозревателя рынка криптовалют. Но им часто предъявляли, будто биржи криптовалют рисуют нереальные объемы торгов. А вы ничего с этим не делаете. Причем администрация CoinMarketCap не раз обещала решить проблему и подавать только достоверные данные, но никак не могли найти подходящий инструмент. Но теперь рынок стал куда прозрачнее. Ведь на CoinMarketCap добавилась новая метрика, которая показывает ликвидность криптовалютных бирж. И знаете, что оказалось? Что все заявления о завышенных объемах торгов были правдой. Ведь когда подсчитали, что исходя из капитализации рынка и подтвержденной ликвидности, она составляет всего 0,2%. И теперь понятно, почему продажа даже тысячи биткоинов может обвалить весь крипторынок. Можно прямо сейчас провести небольшой эксперимент. Заходим на CoinMarketCap и выбираем заявленные торговые объемы, о которых биржи сами сообщают порталу. Как видите, прошли те времена, когда на первом месте всегда красовалась Binance. Более того, большинство из торговых площадок в топе вообще непонятно откуда взялись. А теперь переключаемся на ликвидность. И о чудо, в топе оказались известные крупные биржи криптовалют. И вот тут возникает вопрос, как никому неизвестные площадки без ликвидности умудряются обходить крупные биржи по объемам торгов? Собственно, данный вопрос риторический. И так понятно, что биржи просто рисуют объемы торгов ради привлечения трейдеров на площадку. И этот беспредел будет продолжаться до тех пор, пока пользователи сами не научатся собирать информацию о биржах и обходить стороной нечестные площадки. А у нас дальше серьезный разговор об анонимности. Нужна ли она криптовалютам? Почему решили поднять эту тему? Вот смотрите. Разработчиком довольно молодой анонимной монеты Green неизвестный благодетель пожертвовал 50 биткоинов. Что интересно, эти биткоины были намайнены 9 лет назад и до этого момента ни разу не перемещались. Уже даже высказали предположение, что это был чуть ли не сам создатель биткоина Сатоши Накамото, который всегда выступал за приватность. Другая свежая новость. Появился фонд анонимов, который так и называется Unknown Fund. Они обещают выделить 75 миллионов долларов в биткоинах на разработку решений для анонимных криптовалютных платежей. Также они дадут деньги на проекты по защите персональных данных и борьбу со слежкой в интернете. И пока регуляторы думают, как перекрыть кислород приватности в сети, в частности, собираются убирать с бирж анонимные криптовалюты. Сами разработчики, наоборот, хотят сделать свои монеты менее отслеживаемыми. В качестве примера можно привести лайткоин. Разработчики цифрового серебра сдержали слово и уже готовят масштабное обновление по добавлению анонимных транзакций с помощью алгоритма MimbleWimble. Это будет параллельный слой блокчейна, и каждый сам сможет решать, скрыть свой платеж или нет. Давайте посоветуемся, не несут ли анонимные криптовалюты опасности и есть ли у них будущее. С одной стороны, нельзя делать полностью конфиденциальные платежи, ведь тогда никто не будет платить налоги. Будут отмываться деньги, финансироваться терроризм и прочие нехорошие дела, которыми нас так пугают власти. Нам пытаются навязать стереотип, что если государство не может контролировать деньги людей, то они не смогут бороться с преступностью. Но что мешает ловить террористов, когда они покупают оружие или запускают свою пропаганду в СМИ? Или почему нельзя поймать за руку человека, который по документам сидит на пособии по безработице, но купил уже вторую двухпалубную яхту? Разве нужны другие доказательства того, что он скрывает свои доходы и не платит налоги? Я о том, что на самом деле для борьбы с преступностью государству совершенно не обязательно контролировать оборот денег. Отсутствие анонимности в платежах нужно только для того, чтобы навязывать свою финансовую политику, то есть распределять деньги так, как они считают нужным. Это моя личная точка зрения. Если считаете так же, можете поставить лайк. А мы переходим к хардфорку Биткоин Кэш. Не волнуйтесь, никаких новых криптовалют в результате хардфорка Биткоин Кэш 15 ноября не появилось. Ну, почти не появилось. Как сообщает исследовательское подразделение биржи Битмэкс, криптовалюта Биткоин Кэш успешно пережила хардфорк, в результате которого в ее код была добавлена поддержка подписей шнора. Кто не слышал, это технология, благодаря которой несколько транзакций можно удостоверить одной общей подписью, что позволяет уменьшить размер транзакций, снизить время на их обработку и повысить конфиденциальность платежей. Обновление Биткоин Кэш прошло не совсем гладко. По данным аналитиков Битмэкс, в момент хардфорка сеть разделилась на два блокчейна, и 20% майнеров продолжили добывать блоки на старой версии протокола. Но эту новость оставили напоследок не из-за конфуза майнеров и разработчиков. Причина была другой, и заключается она в Биткоине. Расскажу, в чем интрига, после того, как напомню, что подписавшись на наш канал прямо сейчас, вы станете частью лучшего крипто-сообщества на Ютуб. А поделившись этим роликом с друзьями и знакомыми, поможете еще больше пополнить наши ряды. Потому что вместе мы способны на многое, даже на ту-земун Биткоина. Помните такие обновления Биткоина, как Сигвит и Лайтнин Нетворк? Перед тем, как добавить их в основную сеть, сначала проводилась обкатка в блокчейне Лайткоина. А вот теперь подписи Шнора, которые уже давно собираются добавить в код Биткоина, появились у Биткоин Кэш. При том, что у самого Биткоин Кэш нет такой острой необходимости в добавлении данной технологии. Ведь у них в разы больше размер блока. Это только мое предположение. Но раз уж Биткоин Кэш появился, то логично именно в его сети, а не в блокчейне Лайткоина, проводить генеральную репетицию перед добавлением новых протоколов в код первой криптовалюты. И именно это мы сейчас и видим. Что может указывать, что разработчики обоих криптовалют давно зарыли топор войны. Если вообще когда-то отрывали. Вот такие у меня появились мысли после изучения данной новости. Можете со мной согласиться, поспорить или рассказать свою версию происходящего в комментариях. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся и просвещайся. Субтитры сделал DimaTorzok